Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Давно общаюсь с парнем, которому питаю глубокую спортсмену. Он ко мне неравнодушен, чувствую. Сегодня я от него услышала две новости. Он сказал, что я ему нравлюсь и предложил мне встречаться. Это меня хоть и насторожило немного, но сильно порадовало. Думала, не дождусь от него этих слов и самой придется признаться. А что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы признаться самой? Почему вы ждали? Плакая новость в том, что он сказал, что он бисексуал. Я впала в щек, меня осенило, один бог только знает. Тут же нарисовали страхи в голове, он будет изменять меня с другим парнем. В шутку даже пошла и другая мысль, если бы он изменил меня с девочкой, я бы его поняла. А какая разница? Какая разница? Ну, в смысле, какая разница с кем он изменяет вам? С девочкой с парнем? Какая разница? Ну, мне что теперь и к парням его ревноват? То есть, предполагается, что вы так или иначе к девочкам его ревнуете. И для вас это как-то нормально, да? Вообще, я догадывалась, что он не традиционной ориентацией, но всегда сбрасывал эту мысль куда подальше. А почему? Почему отбрасывали? Если вы отбрасывали эту мысль, значит, вы, скажем так, не можете выработать какого-то отношения к этому. Да? То есть, ну, когда я отбрасываю какую-то мысль, я не могу прислушиваться к себе и к тому, что я, в общем-то, чувствую. Да? Дальше идем. Эм, так. Теперь не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Парень мне нравится, я хочу с ним встречаться и, возможно, даже завести с ним нашу общую семью. Давайте здесь с вами определимся. Если парень вам нравится, то в каком ключе он вам нравится? Это первый момент. Потому что если вам мужчина нравится в ключе такого потребительского контекста, то есть, вот, ну, мне нравится человек, да, потому что, например, мне с ним хорошо, вот, он мне нравится внешне, например, ну, человек, я, человек, я имею ввиду, нравится мне внешне, и я чего-то, чего-то с ним хочу, вот. Это один момент, который, в общем-то, не является здесь, как мне кажется, определяющим. Самое главное, что этот момент не является тем, что представляет из себя симпатию вашу к человеку. То есть, вот это нужно, вот это нужно, в первую очередь, пожалуй, вам понять. То, что вы хотите с ним семью, это, скорее, ваши мечты, ваше желание. Коперы, кстати говоря, мало общего имеют с симпатией непосредственно к человеку, а больше имеют отношение к, например, вашей потребности в семье, которая, которая, в свою очередь, является производной от некой другой потребности, например, потребности в безопасности, или, например, потребности в том, чтобы, допустим, быть нормальной, да. То есть, ну, не быть, грубо говоря, белой вороной. Ну, например, как вариант. Вот. То есть, тут достаточно много есть аспектов, которые нужно рассматривать. По каждому выглядит так, что вам не столько нравится парень, сколько вы переживаете разочарование от того, что человек не соответствует вашему ожиданию. И вы переживаете то, что мужчина оказался не таким, каким вы его хотели бы видеть. Дело в том, что, когда мы хотим кого-то, когда мы хотим какого-то человека каким-то видеть, мы вкладываем в него свои собственные потребности, мы вкладываем в него свои собственные желания. При этом игнорируя то, какой человек есть на самом деле. И по факту получается такая история, что мы взаимодействуем не совсем с реальным человеком, а мы взаимодействуем, в общем-то, к сожалению, с человеком придуманным. Вот. То есть, мы взаимодействуем с тем, кого мы себе придумали. Вот. И это, в общем-то, на мой взгляд, является серьезным, я бы сказал, серьезным препятствием. С серьезным препятствием для того, чтобы выстраивать отношения с людьми. Вот. Помощь, что он самый лучший способ построить стену. Вот. Это придумать себе человека, которого, ну, не сказать вот, что не существует. Он, конечно, существует, но вот в данном случае как-то получается так, что он не сказать, чтобы совсем реальный. А вы этого, вот, к моему большому сожалению, не замечаете. Как будто бы. Собственно отсюда и такая проблема. Дальше. Его, значит, ориентация не дает покоя. Это тревожность и это неуверенность в себе и низкая самооценка ревности. Не хочу идти против своих чувств за его ориентацией, но боюсь того, что он встречает со мной, встречает со мной и вдруг влюбится в партнер. Что мне сделать? Что мне делать? Это момент вашего страха быть брошенной, неуверенности в себе. Вот. То есть вот постарайтесь, пожалуйста, увидеть эти аспекты. Что не в парне здесь дело. Совсем не в парне. То есть дело здесь совсем, вот, не в том, что он может влюбиться в парня, а дело в том, что вы не уверены в себе. Что-то просто обычная, в данном случае, совершенно обычная, как мне кажется, ревность у вас. Вот. Совершенно обычная ревность и, собственно, что. Вот. Другой вопрос. Да. Что. Ну, как бы вот, что вы можете на самом деле этого не замечать. Вы на самом деле можете не замечать того, что вы ревнуете. Это правда. Но, тем не менее, тем не менее. А проблематика с самоотылкой, она вот достаточно серьезно, ну, достаточно серьезно бывает. В данном, ну, в данном случае. В данном конкретном случае. Вот. И решать его нужно, как мне кажется, вот, в, ну, вот, в таком ключе. Ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае не решать ее в контексте того, что это вот проблема, так скажем. Ориенда, ну, ориенда, 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 ориендации человек, ни в коем случае. Ориендация здесь, в данном случае, опять же, мужчины ни при чем. Кроме того, как я уже сказал, вы как норму воспринимаете то, что могли бы ревновать к девушкам, ну, к девушкам или к девушке. А вот это, то, что для вас это является вот такой нормой, это может быть серьезной проблемой. Вот, поэтому, вот, на данные факты я бы тоже хотел обратить ваше внимание. Вот, потому что, как мне кажется, это очень важный аспект. Что-то, ну, чтобы вы, чтобы вы себя не обманывали, как минимум. Вот, вот, пожалуй, то, что хотел бы вам сейчас сказать. С точки зрения, опять же, психологии, да, и с точки зрения, вот, психотерапии, и с точки зрения того, как вот в этих ситуациях обычно, ну, в той или иной степени, да. Чувствуют себя люди. Вам можно. Вам можно. Вам можно. Помочь. Помочь. На мой взгляд. Я не вижу, как бы, чего-то, такого, прям, критического. В том, что вы описываете. Помочь вам может. Эм, ну, для этого нужно, чтобы вы постарались, как минимум, ээээ, сами, ээээээ, ну, заметить, так скажем, и увидеть проблему. Пока этого не происходит, и пока вы обращаете свое внимание исключительно на мужчину, да, как бы противясь тому, что человек может в кого-то влюбиться, да, ситуация будет достаточно тяжелой. Ну, вот, скажем так, психоэмоция для вас ситуация будет достаточно тяжелой, ситуация будет достаточно напряженная, и действительно вы будете чувствовать себя крайне неуверенно. Но, повторюсь, первопричина здесь она в другом, первопричина здесь есть именно ВА-16. И то, что вы, например, ну, то, что, то, что вы, например, довольно пассивно выступаете в контексте своей базиси, да, то есть не говорить о своих чувствах, да, как-то ждете, что ВАН первый признается тоже вот идет в одну канву. Все это можно и нужно корректировать, поэтому обращайтесь. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь!